Уважаемые друзья и коллеги, спасибо большое за приглашение. Я понимаю прекрасно, что могут возникнуть технические проблемы при таком онлайн формате. Я очень горд тем, что вы меня пригласили на такую высокую конференцию представить опыт европейской системы образования и сертификации для хирургов, работающих в области РМЖ. Надо сказать, что европейское знание и вообще европейская система это прежде всего передача опыта и внутри европейских центров, будь то Восточная Европа или Западная Европа. Именно поэтому у нас есть система непрерывного медицинского образования. Именно поэтому мое правительство разработало и попыталось закрыть этот пробел, так скажем. Поэтому мой бывший директор Института национального здравоохранения в Венгрии, профессор Митлышкашко, изначально запустил так называемую Академию онкологии, именно потому что нужно было работать над этой системой непрерывного образования. Это междисциплинарная научная зона, это не только хирургия, не только РМЖ, безусловно, она покрывает и в Центральной и Восточной Европе, прежде всего организована такая система, и прежде всего мы хотим понизить летальность среди наших пациентов с этими заболеваниями. Вот эта ситуация. 21 страна присутствовала на той конференции, фотографию которой я только что показывал, на уровне секретарей и Министерства здравоохранения стран. И был подписан меморандум, на котором мы решили, что нам нужно очень активное взаимодействие в зоне Центральной и Восточной Европы. Несколько месяцев спустя, буквально в январе прошлого года, буквально в Венгерском парламенте была организована Академия онкологии, которая работает на Восточную и Центральную Европу. И вот это еще один слайд, который показывает, на каком высоком уровне организованы наши встречи. И надо сказать, что опять-таки, вот какой у нас состав участников. Андрей Каприн также был вице-президентом этой Академии. И также доктор Ференци Виктор, это человек, который представлял Сербию. Это была наша страница в интернете, она на трех языках, особенно в венгерском, русском и английском языках. Я надеюсь, что если вы туда зайдете, то вы обязательно найдете для себя важную и ценную информацию. То, что касается хирургии РМЖ, вот это одна из последних публикаций, где Ширли Бьянко, это женщина, которая сама пережила рак молочной железы. И она также является человеком, который выступает от пациентских сообществ. Она говорит о том, что эти пациенты должны направляться в специализированные только центры. И вот это одна из конференций, это консорциум, который был в 2018 году с Национальным институтом Петрова. А именно профессор Кривородьки, его представлял и Алекс Бессонов. И также были коллеги из Польши, из Румынии, участвовали в этой конференции, из Украины, из Словакии. Мы пришли к консорциуму и основали консорциум Восточной и Центральной Европы. Надо сказать, что этот консорциум является пилотной ассоциацией. И она является также ассоциацией, которая работает вместе с Академией Центральной и Восточной Европы по РМЖ. Надо сказать, что это действительно очень серьезная организация, потому что она обладает хорошей политической поддержкой. Так же, как и многие другие проекты и другие программы в области онкологии. Мы создали нашу собственную социальную страничку в интернете, которая рассказывает нам обо многих событиях. Вот это, например, то, что было в 2019 году в Будапеште. И вы видите, что здесь также представлены разнообразные страны Восточной и Центральной Европы. Второй конгресс был организован профессором Кривородько. И надо сказать, что он был очень успешным в Санкт-Петербурге в прошлом году. У нас прекрасные связи, великолепное сотрудничество. И, как профессор Кривородько уже сказал, мы действительно не только коллеги, но и очень хорошие друзья, что очень важно. И третий конгресс, я думаю, что мы можем уже объявить, он будет происходить в октябре 2021 года. Это будет онлайн-конгресс. И он будет организован Андреем Жигулиным в Киеве, из Киева. Итак, вы видите, как важно для нас межрисциплинарное и непрерывное образование. И вот это у нас как раз люди, которые занимаются подобным образованием в Восточной и Центральной Европе. И есть у нас специальный экзамен также по хирургии, который прежде всего определяет квалификацию, знания, теоретические, практические навыки у хирургов в области РМЖ. Надо сказать, что это экзамен очень высокого уровня, который организован в УЭМС. Это совет по хирургической квалификации Европы. И он также поддерживается сообществом хирургов-онкологов Европы. В этом экзамене две части. Это письменная часть, где нужно ответить на вопросы теста. И только если вы смогли на них ответить, который, это, кстати, в режиме онлайн. В последние годы мы организовали онлайн. Только эти люди допускаются к устной части. Устная часть этого теста или экзамена, включая в себя четыре части. Одна из которых, это прежде всего проанализировать статьи, публикации. И затем два-три клинических случая, которые нужно проанализировать. И там очень-очень сложные вопросы, которые направлены на то, чтобы измерить знания кандидата. И этот экзамен также опирается на учебник. Вот вы видите, что этот учебник сейчас. Это учебник для хирургов, которые оперируют в области РМЖ. Но он покрывает очень широкий спектр вопросов, междисциплинарных вопросов, кстати. И вот это как раз фотографии с подобного экзамена. И вы видите, какие сертификаты получают люди, которые на этот экзамен приходят. Это очень популярный экзамен, популярный тест. И также хорошо известный и популярный в моей стране, в Венгрии. Мои коллеги и даже я сам этот экзамен сдавали. За последние два года он стал почти что обязательным. Бресо – это еще одна программа, которая была изначально запущена Кива Ковачем. Кива Ковач – это человек, который в Венгрии работал и был председателем европейского сообщества хирургов-онкологов. Он запустил проект Бресо, целью которого является стандартизация хирургических процедур в области РМЖ на уровне Европы. И стандартизировать его не только для отдельных профессионалов, работающих в этой области, но и для определенных клиник или отделений, или центров, которые занимаются хирургией в этой области. Вы можете обнаружить в интернете на английском только описание этого проекта. Мы стараемся его сейчас перевести на русский язык для того, чтобы мы могли организовать экзамен и на русском языке, также и при необходимости на польском. Соответственно, Бресо, его основная миссия – это повысить уровень стандартизации в области практических навыков и теоретических знаний хирургов на уровне Европы. И также мы принимаем во внимание здесь и Центральную и Восточную Европы. Также Центральная и Восточная Европа – кандидаты, которые работают в этой стране, в этом регионе наши коллеги, они действительно не очень хорошо участвуют в этом экзамене. Им довольно сложно принимать в нем участие. Есть определенные моменты, которые связаны с проектом Бресо и с отсутствием стандартизации. Именно поэтому проект Бресо был запущен. Прежде всего, мы говорим здесь о теоретических знаниях и о практических навыках и о некой программе обучения для хирургов в области РМЖ на уровне Европы. И надо сказать, что Центром, о котором я говорил до этого, это очень важный партнер этого проекта Бресо. И мы абсолютно счастливы, что мы можем сесть вместе все за столом и обсуждать этот проект для того, чтобы напрямую участвовать в нем и напрямую влиять на ту программу, которую он воплощает в жизнь. Это абсолютно гармонизированная и стандартизированная программа, которая работает в Европе и даже соотносится с программой в Соединенных Штатах. Я могу сказать, что программа Бресо также предполагает определенную сертификацию. И те, кто сдал экзамен, они получают сертификат. Вот такой сертификат Бресо. Это очень почетно. Надо сказать, что есть определенная сертификация для отделений хирургии РМЖ в клиниках. И у нас есть очень высоко квалифицированные или даже методические центры, как в Восточной Европе, так и в России и в других странах Центральной Европы, Восточной Европы. И они с радостью будут участвовать в проекте Бресо. Мы их приглашаем для того, чтобы они прошли эту сертификацию, и чтобы все коллеги от Востока до Запада, от Запада до Востока, через всю Центральную Европу делились практическими и теоретическими знаниями в ближайшем будущем. Я могу сказать, что мы проводим вот такие международные семинары в области онкопластической хирургии. И еще один очень важный шаг вперед был создать учебник на венгерском, затем перевести его на английский. И для того, чтобы у нас было недорогое учебное пособие для наших коллег в Центральной Европе, в Восточной Европе, которое бы описывало технические аспекты и также частично теоретические аспекты онкологии. И успех нашей дружбы с профессором Кривородько и с Институтом Петрова, в принципе, а также с Александром Бессоновым, в результате мы получили прекрасный перевод на русский. И надо сказать, что это действительно высокого качества учебное пособие. И я сегодня счастлив, что мы фактически завершили этот проект. Эта книга уже доступна на рынке, на русском. В России доступна, насколько я знаю. Это недорогое пособие на русском. Также оно достаточно недорогое. Здесь вы видите двух отцов-основателей, двух крестных отцов этой прекрасной книги, которые помогли в издании и в переводе этой великолепной книги. 750 страниц перевода с иллюстрациями, с очень детальными презентациями. Большое спасибо этим прекрасным специалистам. И я могу сказать, что это один из самых успешных проектов, который нам удалось лицезреть за последнее время. И в соответствии с системой онлайн, ковид – это действительно ужасная вещь. Но благодаря ковиду мы смогли получить гораздо больше опыта работы в онлайн, проведение разнообразных конференций и вебинаров. И мы создали вот такую национальную веб-академию. И мы сегодня открыты обсуждению разных тем при помощи синхронного перевода. Мы смогли создать разные флайеры и материалы для продвижения. И мы счастливы, что у нас есть такая возможность хотя бы работать и общаться. И надо сказать, что из-за нашего опыта вместе с Национальным институтом Петрова и мой институт Национального института онкологии в Будапеште мы смогли регулярно общаться в течение 2019-2020 годов и запустить целую серию мероприятий еще до того, как начался ковид и продолжили эти мероприятия в период пандемии. И мы смогли передать нашим коллегам наш опыт и также пригласить их участвовать в международном экзамене. Также мы создаем собственные экзамены, собственную систему обучения в разных регионах Восточной Европы, потому что это крайне важно. У нас есть наши собственные национальные какие-то аспекты профессионального обучения врачей. Первая сессия была уже проведена, и мы говорили о иммунотерапии. Вот здесь одна из публикаций ESMO, одна из самых важных, наверное, за последнее время, по очень важной теме. Еще одна сессия в Веб-академии будет 20 июля, и профессор Славомир Чесла из Польши будет выступать. Он является экспертом в области анатомии молочной железы, и я полагаю, что мы можем вот таких важных людей приглашать из Центральной и Восточной Европы, потому что у нас очень много экспертов сегодня из региона, и мы хотели бы еще раз пригласить всех на это мероприятие. Не только РМЖ, но также меланома является важной темой обсуждения, и у нас будет вебинар в ноябре, будет, был, извините, в ноябре прошлого года. Это междисциплинарный также подход к лечению меланомы, и в основном мы говорили здесь о визуализации. И также вот это еще один семинар, визуализация при РМЖ. И международный симпозиум по РМЖ, восьмой уже международный симпозиум в августе 2020 года, стал одним из жемчужин среди всех конференций в Европе. И в прошлом году консорциум, о котором мы говорили ранее, был также приглашен на этот международный симпозиум, так же, как и в этом году, впрочем. И таким образом коллеги из Центральной и Восточной Европы смогли поучаствовать в этом конгрессе и передать самый наилучший опыт. И также он включал в себя пластическую хирургию. Профессор Торстен Кёль был сопредседателем этой секции. И таким образом ЭУБРЕСТ открыл свои ряды ассоциациям клинических исследований. И я хочу сказать, что Центральная европейская система здравоохранения и наша ежедневная клиническая практика, они должны повышать активность и, безусловно, профессиональную и научную деятельность для того, чтобы поддерживать подобного рода РКИ, крупные РКИ, или, так скажем, создание баз данных. После этого мы сможем более высокого уровня исследования проводить с тем, чтобы получить лучшие результаты и сделать хорошие публикации в журналах высокого уровня. Не только Восточная и Центральная Европы являются активными, также большое количество деятельности ведется в азиатском регионе. И в Соединенном, например, профессор Ашкутари из Индии, также в клинике Сент-Томас, является ключевым человеком, который наводит мостики и открывает окно всему миру. И он занимается проектом Брест Глобал. Это проект, который был запущен этим прекрасным человеком. И надо сказать, что организации Центральной Европы и Восточной Европы также включены в этот проект. И опять все крутится вокруг образовательных программ. Все о том, как получить хорошую, качественную информацию и как работать и взаимодействовать с нашими коллегами по всему миру. Первая конференция Брест Глобал будет в этом году, 25-27 июня. А на бесплатное участие, а бесплатное, вам нужно зарегистрироваться. И вы можете присоединиться к этой трехдневной встрече, которая включает в себя большое количество интересных профессионалов со всего мира. И также есть участие из Турции, из Италии. Брестекс 24 часа. Это онкопластическая хирургия, вебинар. Опять здесь в основном мы говорим об образовании. Это образование для Соединенных Штатов, для Европы, для Австралии. Здесь у нас абсолютно разные регионы, также азиатский регион. То есть все национальные общества, все хирургические общества из Египта также участвуют в этой конференции или из Китая. Поэтому вы можете действительно найти очень высокого качества информацию. Иногда даже онлайн-операции, живая хирургия доступна в Брестекс 24 часа. И вот то, что касается европейских тенденций, у нас есть вот такая программа. Достаточно хорошее финансирование, политическая воля хорошая, для того, чтобы повысить в рамках ИАКС, повысить уровень научных знаний и практических знаний в области РМЖ и онкохирургии. Вот это одна из публикаций, сделанных в прошлом году. И вот эта публикация говорит о том, что ключевая деятельность по организации или гармонизации деятельности между Западом и Востоком может проводиться на уровне Академии Центральной Восточной Европы. И это как проведение клинических исследований, так и трансляция результатов. И вот была проведена такая встреча в Будапеште, будет проведена, извините, в 2021 году, в ноябре. И целью ее будет создание большого, крупного, международного клинического исследования. И также, в принципе, определение принципов проведения подобных РКИ. Всех приглашаем на эту встречу с хорошими научными презентациями и с прекрасными как академическими презентациями, так и более практическими. Мы очень счастливы, что мы создаем первый консенсус профессионалов Центральной Восточной Европы. Это первое, так скажем, такое мероприятие, которое опирается на четвертый венгерский конгресс по РМЖ. У нас будет перевод консенсуса на русский язык и на английский. И надо сказать, что мы создаем национальную панель, которая прежде всего рассматривает такие базовые документы. Эти базовые документы должны регулярно обновляться, регулярно модифицироваться информацией. После двух, так скажем, раундов модификации у нас будет конференция в ноябре, которая полностью финансируется Академией онкологии Центральной Восточной Европы. И впервые на уровне Центральной Восточной Европы у нас будет консенсус, который опирается на междисциплинарный подход к лечению РМЖ и также который рассматривает разнообразные факторы и сложности, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И он будет переведен на польский и, возможно, на другие языки. Итак, я абсолютно счастлив, что я могу сегодня поблагодарить за работу над этим учебником моих коллег из России, профессор Беляев, профессора Кривородько, профессора Каприна. И, пожалуйста, не забывайте, что Центральная Восточная Европа и консорцию на первом месте. Спасибо. Продолжение следует...